Сначала пара подумала, что животное с головы до ног покрыто с трудом заживающими ожогами. Реальность, как водится, оказалась куда страшнее. Болезнь, терзавшая собаку, оказалась тяжелой формой демодикоза. Судя по всему, бедняга унаследовал эту проблему от матери, с которой расстался совсем недавно. С виду и не скажешь, но найденный пес оказался четырехмесячным щенком. Доброход и мигом отнесли обезображенное тело несчастного к ветеринару. Врач с первого взгляда понял, что Ваткинс, как назвали собаку-спасители, умирает. Проблемы горемычного зверя были куда серьезнее, чем казалось паре активистов на первый взгляд. 15-килограммовый щенок не ел так давно, что его пищеварительные органы уже начали атрофироваться. В связи с недостатком питания лодыжки и связки животного были недоразвитыми. Ваткинс не мог даже нормально ходить. В довершение всего на теле несчастного обнаружили следы от попадания из пневматики. Сказать, что дела у раздувшегося, больше похожего на труп зверя, были плохи ничего не сказать. Даже сердобольные спасатели согласились бы, решив ветеринар попросту усыпить щенка, избавив его от ужасов предсмертных мук. Однако специалист решил дать псу шанс. Для бедолаги настал долгий и мучительный период выздоровления. Здесь Ваткинс показал себя настоящим бойцом. Некоторое время, конечно, казалось, что несчастному становится лишь хуже. Так, после экстренной операции на желудке пес, некоторое время ничего не ел, похудев до 8 килограмм. Питание животному наладили попущенной через бок трубки. Стоит заметить, что едва щенок очнулся, то начал периодически пробовать ее на зуб. Иногда, как говорит нынешняя хозяйка собаки, лечение ее любимца напоминало трагикомедию.